Так, ну что, подумали? Давайте обсудим, как вы себе видите реализацию данного задания. У кого какие идеи? Какие классы? Что в классах? Ну, давайте по порядку. И что в нем будет? Что будет в классе студента? Ну, окей. Ну, можно имя возраста минимально. А там фантазия может и ID быть какой-то. Хорошо. Потом написано, что в нем надо переопределить ToString, Equals, HashCode. А что еще будет в студенте? Геттеры, Сеттеры и Конструктор. Разработать свое пользовательское исключение как подкласс класса Exceptions и затем использовать его при обработке ситуации ошибок ввода. Какие у нас будут с вами исключения? Что мы будем с вами валидировать? Что будем проверять на корректность введенных данных? Возраст, имя, например, да? То есть проверка двух передаваемых значений. А где будет проверка происходить? Возраст. 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 Ну, где проверять будем? Сама логика проверки, где будет происходить. Вспоминай, где мы проверяли корректность значений. Диапазоны там. В Сеттерах. То есть в Сеттерах студента мы будем проверять корректность тех значений, которые в Сеттеры приходят. И если они не корректны, будем выбрасывать исключения. А какие у нас исключения будут? Ну, а какие классы? Как их назовем? Ну, а у нас в прошлый раз, помнишь, какие были? У нас был Human Name Exception и Human Age Exception. Значит, здесь у нас будет Student Name Exception и Student Age Exception. То есть, Exception при некорректном вводе имени и Exception при некорректном вводе возраста. Хорошо. Дальше. Продемонстрировать работу с классами и обработку исключений. Создать класс групп, формирующий группу студентов. Путем ввода их параметров с консоли. Студенты сохраняются в массив, размерность которого указывается при создании объекта групп. А здесь группу давайте обсудим. Что в группе будет? Ну, а какой оно будет? Ну, давайте продумывать структуру группы. Вот, что будет в группе. То есть, у нас сказано, что нам надо студентов хранить в массиве. Где этот массив будет? А? А что в УТИЛСах? Мы же группу обсуждаем. У нас будет класс группа. В классе группа будет массив студентов. Поле массив студентов. Дальше. Когда мы этот массив будем создавать? Ну, а какого размера мы его будем делать? Массив же, когда создается, ему необходимо указать начальный размер. Какого размера он будет? Таким образом, сразу мы размер массива задать не можем. Потому что мы не знаем, какая нужна нам группа будет, какого размера. Следовательно, значит, размер группы придет в конструктор, как аргумент. В конструкторе мы создадим уже объект массива размера, который пришел в качестве аргумента. И этот массив сохраним в поле. Вот этот массив студентов. То есть, поле массив студентов будет проинициализировано в конструкторе. Да, чтобы потом иметь возможность туда добавить студентов. Следующее. У нас с вами, ну, еще можно, например, для группы name какой-нибудь придумать, ну, добавить. Будет поле name, которое тоже будет задаваться через конструктор. Теперь написано, что студентов, ну, массив студентов у нас будет private. Следовательно, должен быть метод добавления студента в группу, удаления студента из группы и поиск студента в группе, например, по имени и фамилии. Да? Например, добавление студента в группу будет следующее по порядку. То есть, вы добавляете студента, и он вложится в следующий пустой элемент массива. Для того, чтобы удалить студента, надо дать индекс. Для того, чтобы найти студента, надо перебрать весь массив и сравнить имена. То есть, в качестве аргумента массив принимает имя, пробегает по всему массиву, находит такого студента с таким именем, и если, ну, если находит студента с таким именем, возвращает этот объект. Дальше сказано... И давайте еще расширим функционал метода добавления студента, чтобы добавлять можно было только уникальных студентов. Дубликаты добавлять нельзя. То есть, метод add в качестве аргумента получает студента, проверяет его на уникальность, и если он уникальный, добавляет в массив. И сказано, что студентов надо вводить через консоль. А это как будем делать? То есть, если написано, что студенты нужно вводить в консоли, значит, нужен какой-то метод, который нам создаст студента путем запроса данных в консоль. Надо будет сделать какой-то метод, create студент в консоль, например, вызов которого будет спрашивать у пользователя, введите имя, введите там фамилию, создаст студента и вернет этого студента как результат своей работы. Окей. Можно будет сделать еще один перегруженный метод add student, или сделать метод add student консоль, который вызовет create студент, получит студента, и вызовет метод add student, который мы с вами обсудили, передаст туда студента, и этот студент добавится в группу. Можно сделать еще метод fill group, который в цикле для каждого элемента массива будет вызывать метод создания студента, полученного студента, ну или в цикле вызывать метод add student, пока не заполнится массив. По окончанию, когда вся группа заполнится, распечатать нужно состав групп. Ну, просто этот массив вывести на экран. Вот задание. Как создавать студента с консоли, можно подсмотреть в прошлую лекцию, потому что мы там просто humans создавали, а здесь студенты. По сути, то же самое. Мы там и валидацию делали, и эксепшены, и обработки, то есть все это есть. Единственное, надо это как бы связать с группой, с эквелсом, ну, для валидации, что студентов таких нету дублирующих. Ну, в принципе, это все. Какие вопросы будут? Проект я этот, ну, коммитил в прошлый раз. Можете зайти на репозиторий и оттуда скачать. Или там прямо в онлайне посмотреть, что мы там делали. Ребят, есть вопросы, что делать? Ну, начинайте. У кого будет что-то не получаться, я буду подходить, помогать. А я вам пока примеры домашек скину в проект. Ну, чтобы вы могли, если на какой-то домашке застряли, подсмотреть идею. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!